Светлана Анатольевна, прямо сейчас мы сможем перенестись как раз-таки на эту экспозицию. Там уже находится наша коллега Юлия Чеснокова. Все нам расскажет, покажет, что называется во всех красках. Юль, тебе доброе утро. Доброе утро, Юля. Доброе утро. Да, друзья, доброе утро. Обратите внимание, как на женщину в костюме от Вячеслава Зайцева смотрят мужчины и даже римские императоры. Все внимание приковано у них к деталям, ну а мне в деталях этих шикарных костюмах поможет разобраться куратор выставки Нина Тарасова, Нина Ивановна. Доброе утро. Доброе утро. Мы стоим рядом с прекраснейшим. Один из самых великолепных костюмов, который есть в нашей коллекции, исполнен в модном доме Вячеслава Михайловича Зайцева. Это комплект из ансамбля, комплект из коллекции 2000 года. Называется он «Тайны гармонии». Он состоит из юбки, короткого сарафана, распашного жакета и изящной маленькой шапочки. Посмотрите, пожалуйста, как здесь подобраны цвета нитей, как деликатно вводятся в этот костюм нити блестящие, металлизированные и украшения в виде бус и блесток. И через свое искусство Вячеслав Зайцев возрождал также интерес к народным промыслам. Вот здесь они использовались при создании этого шедевра? Вне всякого сомнения, ведь этот костюм абсолютно полностью рукотворный. Он исполнен на коклюшках в технике елецкого кружевоплетения. Целый коллектив елецких кружевниц под руководством Светланы Бондарчук плел в течение многого времени. Это настоящее чудо. Можно обратиться также к другим костюмам Вячеслава Михайловича Зайцева. Он использует прекрасную мережку, вот как на том светлом костюме с удивительно красивой шапочкой, головным убором. Видит то ли луковки церкви, то ли пламени свечи. Там используется мережка, прекрасная вышивка. Он очень любил использовать натуральные ткани, в том числе ткани, которые характерны для русского традиционного костюма. Скажем, льняные ткани из Вологды. Вот перед вами один из таких костюмов. Ну и потом мы рано или поздно подойдем к Павлу Посадским платкам, которые составляют отдельную страницу в его творчестве. К ним обязательно подойдем. Но сейчас от русского стиля мы перешли к парижскому шику. Правда ли, что эти костюмы побывали в Париже? Ну, конечно. Например, вот второй костюм с такой интересной шапочкой в виде почти что гусарского кивера. Он входил в коллекцию «Русские сезоны» в Париже и демонстрировался в театре на Елисейских полях в 1988 году. Прекрасная, отличная коллекция, которая рукоплескала столицы французской моды и столицы мировой моды. И после показа этой коллекции Вячеславу Михайловичу Зайцеву было присвоено почетное звание гражданина города Парижа. А, ну, конечно, в таком костюме, в таком наряде представляешь себя на сцене, да, актрису, может быть, которая получает премию или в каком-то императорском зале кружит. Бывали они в таких ситуациях или все-таки это все вещи подиумные, которые сам мэтр представил? Здесь, конечно, все вещи абсолютно подиумные. Они не использовались по другому назначению. Но в нашей коллекции, на нашей выставке памяти есть одно платье, которое было предназначено для конкретного лица. Это платье перед вами. Вы видите его. Это платье-загадка этой выставки, да? Я так понимаю. В некоторой степени загадка. Друзья, потому что здесь очень много работ Вячеслава Зайцева и всего одна работа Валентины Юдашкиной. Вот она перед нами. Мы можем посмотреть в деталях, да, как отличалась рука мастера. Абсолютно, конечно, тоже все роскошно. Все роскошно. В 2009 году это платье было исполнено в модном доме Валентины Юдашкиной, а подарили его нам в прошлом году, в 2022. И мы очень рады, что у нас есть в коллекции теперь и костюм от Валентины Юдашкиной. Ну и, конечно, не можем не показать вам, как можно, обладая творческим видением, преобразовать Павлово-Посадский платок, знаменитые русские промыслы. Вот насколько сложный материал, насколько сложная фактура, сколько здесь платков-то ушло на такой наряд? На самом деле здесь ушло достаточно много. Здесь платки и шерстяные, и шелковые. Причем к теме Павлово-Посадских платков Вячеслав Михайлович обращался неоднократно в своем творчестве. И была даже знаменитая коллекция «Истоки», за которую Вячеслав Михайлович удостоен Государственной премии Российской Федерации. Дорогие друзья, мы приглашаем вас посетить реставрационно-хранительский центр «Старая деревня». Еще в течение нескольких дней, по 3 июля 2023 года, вы можете увидеть выставку памяти Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина в рамках обзорной экскурсии. Приходите, пожалуйста, мы вас будем ждать. Спасибо большое, Нина Ивановна. Спасибо, коллеги, вам слово.